приветствую на канале смотри плей мы продолжаем играть жизнь после давайте продолжить за вас подписчики на вкусненько очень камину у нас был сложное видео в прошлом пришлось показать с бандитами подраться но сейчас остались только задание нера я так предполагаю ребята открывайте заезжаем едем-едем-едем в натуре три вагона для начала да вот эта миссию доделаем сдать работу гордиться мной возвращаю я помню это воровка и убийца она оказала сопротивление да сэр да оказала и еще какое но я с ней разобрался ты сражаешься за правое дело капрал даже не сомневайся такие как она лжицы воры убийцы наркоманы преступники вот и наговорил то много нахрен все случилось и ни по кому из них слезы лить не буду пошел ты нахер обводим капрал да ты мясник вернусь к работе нет меня к этому никуда где мой байк ну-ка давай-ка надеюсь это ранен этот ухо отрезанное мы приветствуем нам все равно какого цвета ваша кожа нам все равно в какой стране вы родились нам все равно мужчина вы или же мне кажется все похер все равно гей вы лесбиянка бисексуал или трансгендер все это вещи нам не подвласт так распорядился господь и мы это принимаем с одной стороны правильно неприемлем лжецов воров насильников убийц блудников прелюбодеев клятва преступников наркоманов и тех кто запятнал себя злодея но по поводу блудников зря ты так проститутки всегда были нужны и нужны будут вы ведете себя в глазах господа едите нахер почему-то все в виселице происходит вот вопрос офицер увлеченный в проступке даже в самом малом окажется здесь на этом шапоте да только в качестве кого а можно тоже зайду а я не могу зайти а почему все оружие держит на изготовку кого-то стрелять собрались почему не на ремне по сравнению с божьей и меня в одном на ремне брать еще то ли 40 гребан и марисурута можно брить просто от машины оторвать пули ездить за девки только так мы сможем победить глупость короче лекцию прочитал мозги прополоскал бы это думал что-то хорошее будет закон и беспорядок а вот и валина ей богу где ты давай этого петушару ли кто там жена у меня уивер богом клин оба какие-то проблемы дружеская беседа капрал лейтенант что не поделили ничего просто для вывера на любой вопрос один ответ спалить все до основания да вот этого спасибо после каждого спасибо я оказываюсь снаружи с очередной дурацкой заявкой дурацкой дурацкой думаешь ой ну конечно тогда я не понимаю почему ты до сих пор здесь и за тебя дура ты тупая ну так давай я тебя просвещу я вот уже два года убиваю фриков по одному своими руками они они дышат мне в лицо гнилым мясом между зубов если ты работаешь на чем-то что истребит их всех я готов помочь минут они желаете меня видеть так отдайте приказ мэм дикон стой прости ладно слушай мне правда надо надо мозги тебе надо приобрести бы что я требусь доказать спасибо я благодарна за помощь не таблиц никто не помогает да да я здесь полистирол нужен полистирол верно да нет короче найду я его грузовик да достану я этот полистирол так давайте откроем посмотрим у меня еще где то есть что-то заявки какие-то не смотрите к нет ни хера о а я здесь был давай вот отсюда будем выезжать я по крайней мере знаю где там горючка находится вот видите как хорошо что я карту вчера открыл сын джон вызывает вы таки в общем как раз говорила как ты мне помогаешь капрался джон до лейтенанту и такер очень тебя хвалила я делаю свою работу сэр я рад лейтенанту и такер сильно отстает от графика может с твоей помощью я же сказала биология мое исследование это намного сложнее чем просто сделать бомбу лейтенант уивер опережает график если вы не сможете его догнать я заберу ресурсы с вашего проекта и переброшу на его вам ясно лейтенант берем 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 работайте все нормально похоже что и смотри если чего я уничтожил на все поселения то у меня сил средств всего хватает полковника прием да сэр капрал да это очень срочно один солдат офицер покинул службу офицер мерзкий предатель он убил двоих сослуживцев и украл один из служебных мотоциклов его видели на саут рим драйв украденный мотоцикл синим бензобаком найди капрал да сэр я его выслежу капрал возьми предателя живы живой за но на его повесим капрал чтобы никто больше не подумал что можно плевать на законы ополчения как и на законы господа какой-то херню ты лепишь на свободе при хрену тут законы человеческие с газ с законами господними путать на херню орда бил твою мать эту бугая то нет ну-ка нет в такой бугая нет как бы бугая бы запрещенах и чтоб он там разнес либо его загасили бы либо он загасил бы всех в окружную надо хреначить где-то мне всегда пригодится вообще не то блядь не туда съехал на охренеть ну лезь уже вроде ускользнул где-то вот здесь вот вот так давай теперь надо найти барахло для уйвера полистирол давай давай нужно еще ну пока можно понять нужно еще пригодится еще немного еще чуть-чуть так так не ушел нихрена не поднимается были гребаный пластиковые стаканчики где вы еще есть еще кусок давай последний где и а а а а а а а а но чё-то сомневаюсь что он там может быть нет а 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 это елка мне всегда нужно эта хуйня тут была ну как а где еще то одно пиздец ну чё в мать вашу а 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 и и и и и и и я вас спали грибы нельзя да по ней забраться почему-то это понять не могу где он где еще там блин не понимаю и уж блядь все бегал по 10 раз найти полистирол для этого хватит у нас какое-то дополнительное задание есть а куда мы попасть не можем давай поехали блин что за туманность андромеды нахрен не понял куда мне метка то делать и 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 вообще недалеко вот лопата посмотрим что тут у нас какой-то бонус не тащит я по крайней мере надеюсь на это нет это здесь где подожди только что тут видел ну-ка где я вот Нет вот у нас болит есть давай смотрим чё там прикончить ублюдка он убил нашего ранение у нас потери да закройте дверь прекрасно перейдем сюда смотрим устраивали западню значит понятненько все с вами никогда не знаешь что найдешь и потеряешь на хрен вот так вот сказал одно пошел другое алка алка огуречек вот и вышел челдович только всего забираем господи сколько всего у меня кончилось что приятного аппетита забирайте это код-переход это опять здесь опять никого-то искать здесь сейчас красинку новую надо покупать ладно вот сюда нам надо посмотрим поближе нужен байк рабочем состоянии смысле на байке сюда подъехать до они от рабочего состояния смотрите-ка еще как ладно если таково условие выполнения данного квеста ладно посмотрим я на верном пути полковник я его нашел это точно напоминаю мне он нужен да сэр я понял отбой ну давай сволочь не упусти его дик давай сейчас мы его ты куда все равно не уйдешь ты по мне стреляешь это уже виноват и другие тоже расхреначились вот тебе сука группировка что за хрень собрался в самоволку ну ладно но зачем убивать двоих ну не факт что же он убил пожалуйста отпусти меня я скажу тебе где я их спрятал честно кого извиняй полковнику расскажешь полковник я его взял живым высылаю вам координаты мне надо миссии пока нет тогда в город то есть что она то есть чем не там нахрен не знаю вот так едем 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 на тебе пластик ты хотел пластик на я тут принес что ты просил класс класс положи вон туда дай-ка возьму но как там дела с лейтенантом уитекер лейтенант вытеки но чувак я же вижу ты все время к ней бегаешь выполняю свою работу да я тоже поначалу хотел к ней подкатить чё правда да старик у дамочки потрясная жопа я по жопам слабость моя и как прошло да жесть вообще она меня повалило чуть руку ты с ней поосторожней буду иметь ввиду нужно еще что бальзам на рану господи ну действительно рад за чувака я-то знаю да если муж конечно потрясно господи так так садик прикольно когда твою женой восхищаются не только ты ну еще кто-то одевается она для всех раздевается для тебя полистирол это ароматический полимер а бензин что мне с тобой эти лимфатических углеводородов поди вы говори в общем если их смешать молекулярные взаимодействия в полимере ослабевает ну да кто же этого не знает так ты хочешь типа пластида что-то сделать типа напал мои пластида одновременно но такое я действительно не совсем понимаю чтобы он был и так и так давай смотрим свои токсичные отходы мы выиграем эту войну доведу формулу дома и гореть будет жарче ацетиленовой горелки сейчас приходилось видеть еще что-то нужно все есть почти то что надо я так понимаю что мне надо напалм готовить для чего-то для сжигания орд а подождите отсюда давайте разойдем хорошо сара что положи там на стол ладно извини у меня иногда просто нервы не выдерживают да ничего я я просто пришел за новым списком нет знаешь этот я тебе не отдам потому да почему потому что с тобой поеду идем пошли боец постарайся не отставать войну когда ты в последний раз выбиралась туда ну ты понимаешь водища я ходила за припасами как и все хотя признаю это было давно за горой брать желать два года сука тебе байк то есть но в этот раз я лучше поеду с тобой так мы точно друг друга не потеряем есть мэм хватит меня так тебе уже показали ковчег пещера то да сразу по прибытии мне сам полковник устроил экскурсию слушай даже ты должен признать он здорово все продумал сбор припасов подготовка планы по спасению он ёбнутый с одним не поспоришь этот остров настоящая крепость так просто на него никто не пробьется это точно а вот и моя палатка как уютно чувствуется женская рука короче я вообще тут не бываю сплю чаще всего прямо там в лаборатории неплохо вот это по-взрослому это мне мать подарил в первый же день мы полковник ну хватит это просто пистолет скажи как блять кольцо оказалось у другого так иди за мной я тебе кое-что покажу ну пошли когда я сюда попала почти все деревья были уже срублены я попросил им это полковника не трогать последний зачем ты это сделала помнишь как мы приехали сюда на выходные на крейтер лейк после свадьбы да я я помню это этот остров блять сколько же нужно было времени чтобы остыла лава появилась почва выросли все эти деревья когда это кончится когда мы свалим с этого долбаного острова я хочу чтобы тут хоть одно слушая им на все это абсолютно наплевать я видел их мертвую зону полковник думает только о том как победить и чем быстрее я закончу свой проект тем быстрее он перестанет все сжигать ну тактика у него хорошая оголить приграничную зону чтобы все было видно и все ты чего да нет ничего поехали держись вот то тоже только теперь это не воспоминали будет вот таки есть муниципальный колледж рядом с шоссе знаешь его да да поедем через южный мост так быстрее давай слушай я хочу спросить все эти штуки дрожжи силикагель оружие которое я делаю это вируцит если выделить вирус вызывающий мутации я найду способ его убить ну понятно это хорошо вирус который убивает зомби прекрасно даже звучит хорошо ну давай марш 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 ехаем можно тебя спросить что было после той ночи в ферволе то есть как ты выбрался можно сказать чудом когда федералы свалили все кто остался начали строить свои блокпосты и и они стреляли во всех без разбора мы добрались до того лагеря беженцев мы думали ты будешь нас там ждать но там никого не осталось мы побывали в других лагерях даже история никто не выжил все разгромили короче за неделю весь оригон превратился в зону боевых действий люди убивали друг друга за кусок хлеба иногда убивали вообще просто так без пола если бы мы с бухарем не держались вместе вряд ли бы мы спаслись так погоди он жив где да он жив но он в лагере на севере он больше не может ездить потому что он потерял руку но короче он жив я так рада что он уцелел прости мне надо было сразу о нем спросить ну кстати да твой косяк очередь ладно слушай это конечно сейчас глупо прозвучит но что там с моим кольцом то в итоге она еще у тебя дикон извини меня тут такие правила при поступлении в лагере все украшения забирают золото и серебро идет на переплавку для проекта вывера или еще чего-то я уже забыла мне правда жаль нет не извиняйся я просто размышлял слов мне плевать просто если понимаю она него не отдала она его сдала а этот хуйман как-то его к себе приплек так что есть шанс вернуть все вроде приехали так что не отдала она и это прекрасно ты тут уже был один раз еще до того профориентация рассказывала подрастающему поколению об улет на работе в биохимии ты чего ничего просто лучше бы я тогда провела лекцию на тему как пережить конец света идем как тут пробраться ищем обходной путь нет подожди я могу тебе подсадить готова да вот почему я не мог пробраться так аккуратней что аккуратнее там не ты мне руку а ящик полкает молодец а я уж мат перемат приготовил 1000 проклятий и все в твою сторону что тут произошло это был один из первых лагерей уцелевших поставили раньше чем поняли что орды любят бегать по дорогам я его нашла давно мертвым тут небось полным полно фриков да ты знаешь куда идти я здесь всего один а вот мы глядь но вроде научный корпус это там ой бля эти мелкие грёбаные шакалы подожди давай вы запрограммированы блядь высовываться в суки ладно всяко меньше что такое просто не надо пока их провоцировать мы даже не знаем что-то да знаем и что-то там ты не хочешь убивать детей она я нет детей тоже конечно кто-то тут забаррикадировался на совесть валять вот эти бутылки мне потом нужны давай попробую для напалмов ну вот сюда тут никого иду помоги ко мне сдвинуть ты готовы толкай алкады были годы толкаешь это тени блядь тогда есть кто-то то есть что вы способ есть способ есть если оба вылезем они накинут со всей тучей тогда все залезешь вон туда и будешь прикрывать меня ты выносишь тех кто отбился конечно много раз нихрена так не делая один работал бухарь меня только прикрывал один раз сейчас ты увидишь какое крутой бля спускайся все чисто все было под контролем кто-то где-то кряхтит сука нас к тому времени тут уже не будет не знаю они тут хорошо так все перегородили посмотри может дыра какая в стене что-то где можно забраться не все-таки напал до действующая вещь как вижу в бутылке я так еще думал на прошлое что-то бутылки должны быть задействованы вот эти еду сейчас видите действительно они не подожди как это скрытая химня вот они мне дают я не знаю если у них смысл толк и тому подобное давай что-то понять не могу мы как должны то пробраться табли иди сюда тут открыто окно говорю же бабой надо ходить нахуй ну что кстати мои видео нецепно смотреть по миссиям как выполнять ту или иную миссию можно же просто как сериал смотреть найди там что-нибудь чтобы я залез охренеть когда этот сундук выкинула помнишь ты раньше уговаривал меня вернуться в колледж и так ладно давай теперь я первая дам им как скажете тут как будто бомба может рванула пойдем кажется здесь есть проход да нет вижу я просто спросил подожди у нас еще вон там дверь есть я потом сюда берусь я сожгу нахер все женский туалет мужской туалет попись пись писька научился парковаться это дверь давай дробовик у меня мощней вот это у меня есть ладно не могу вытопнуть нет тоже повсюду баррикады смотри здание и тут блять ой один мат на устах надо все осматривать что ты хочешь осмотреть теперь бы только перебраться ну-ка подожди а я давайте-ка посмотрим я смогу дать и нет до логова вы покидаете оба задания иду вот сюда вот где-то тут она вы покидаете район задания так и знал на хрен ну сучары но все еще и не бежит как полагается вот что-то я скучаю по хитману блин там задания такие месницкий ну конечно можно чтобы это бесполево проходить но мы же не можем бесполезно может только через бой блять давай я опять тебе подсаживаю только особенно если начинается тренировка с корабля я уж не помню что за хитма называется рубля есть так жди и постарайся больше не привлекать их внимание вот и блять чего такое творишь вожу все усилия сара 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 здесь у нас чё милый чё да милый чё навалился на плечо все стрелялась а вот так вот как надо было подожди как нет 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 господи сара 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 нет нет сара сара где ты подай голос если с тобой что-то случилось я вас всех до 1 разорву уж поверьте это я способен всех до 1 там ни одна сучара не выжила в этом одище как он называет очередь патрон это вот и всех перевалила на вещь нахрен все прекрасно прекрасно все хорошо ну-ка давай нормально мы почти пришли это научный корпус да и похоже они там они что забаррикадировались изнутри должна быть лазейка должна да дело не в том что ты убивала дело в том что я то за тебя беспокойся было бы ты мне нахер не нужна сейчас ладно давай потом придем ледь такая площадь большая вот эту дверь можно открыть заперта нет ее подперли изнутри давай обойдем здание должна быть лазейка я тебе говорю кто-то изнутри все забаррикадировал ну надо же проверить надо держаться вместе да сейчас не идет надо все двери проверять эту хуй его знать я понимаю что она идет по плану и вот сюда где открыта но тем не менее по факту все двери проверяешь когда идешь реалистичность теряется иначе смотри окошко разбита бугай значит блять и вход через крышу через а понял по шакалам позже где шака вот они плата ушли смотри здесь крыша ниже надо только придумать как залезть ходит ну и думает а вот она помоги сдвинуть чтобы можно было залезть хорошо готовы здесь крыша ниже блять как шакал таблицалась вообще если блять мы не можем давить люди блять эти то блять абориген и ебаный как они могут созреть непонятно так нормально да да погоди забралась будет наготове шакалы начинают беситься когда кто-то посягает на их территорию мне просто очень не хочется убивать этих засраться что в смысле они напоминают мне ту девочку из фервола ту которая пырнула тебя ножом она не понимала что делает никто из них не понимает это не помешает им тебя убить я знаю да да там еще так заводим это последний вот так конечно согласись эти годы реально назойливые тут ты прав ну вот вот ну слась слась возьми меня за руку ладно да дорогие подписчики блин иначе я говорю это может смотреть как сериал пиши как сериал можно смотреть потому что запись то происходит единственное чудо когда карту открыл я не записывал но миссии то записывали да они не опубликованы не пока мне не 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 описывают похождения за макаронами там либо сбор информации нету спасибо куда куда мы идем поэтому вот не тем не менее говорю включил и смотришь как сериал игра реально так построена я так понимаю те кто-то игру создавал они на это и планировали смотрите долгий сюжет даже он продуманный кстати восхитительный сюжет чем мне нравится вроде потерял жену похоронил ее три раза и тем не менее она жива я чуть не пойму на них нет следов от поля никаких признаков насилия голод я цикута господи что за цикута я вот она центрифугу искала да да это она центрифуга они тут что имена свои записали да упокоятся они на вечно дай-ка я по бою нет 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 я вижу Пусть они их завалят. Ой, 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 ой. Дальше ждать нет смысла. Пошли. Так. Хорошо. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что у вас есть. Все, взяла. Пошли. Ой, 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 ой. Иди сюда. Куда намного? Твою мать-то где-то? Не высовывайся. Ага, понял. Шакалы, ну чёрт. Как у тебя с патронами? Победа. Победа. Пусть свободен. Пошли. Подожди. Мне нужно забрать центрифугу. Ладно. Забирай. Все, взяла. Пошли. Да. Я заметил. Подожди. Пошли. Вот так. Кто? Ещё на меня? Вон ещё. Их тут много. Надо их убрать, иначе к байку не пройти. У тебя дымовухи остались? Да. Отсюда видна вся парковка. Будешь кидать дымовухи мне по ходу движения. Поняла? Поняла. Ой-ой-ой-ой. Рискнём. Прикрываю! Прикрываю! У нас потери! Выходи! В сторону! Так. У меня hay. Брас ikil. Я готов. ВCTOR. Дым. не вижу дымовая граната бежим шашки кончились оставайся там гори так а а а а а а а а а ни хрена себе так подожди я иду к тебе то что надо бинты бинты мне нужны кстати тут я так понимаю игра кстати подделываться по тебя чуть тебе надо бинты или того подобного тебя в медицине то выручит взрывчатки может и нет а вот в медицине дано те выручают играть она подкидывает этим оппонентом тэнт медицину или патроны пойдем и автоматы перезаряжаем перезаряжать что я как у меня кстати смотрите рессора торчит все та херня хорошо помню день нашей встречи ты пальнула воздух из моего пистолета и перепугалась прям до три сучки что сказать времена изменились но все пошли отсюда не твою мать что с тобой случилось сара я не поняла вопрос слушай ясное дело что многое изменилось все кого мы знали уже мертвы но это не объясняет чего не объясняет дико почему наши бравые ребята зовут меня ведьмой wizard айланда вот это меня вообще не волнует просто со мной случилось ровно то же что и со всеми людьми на этой долбаной планете ладно ладно я понял давай пошли почему-то ведьма кличка я понимаю равнится лекарка поэтому проще тебя ведьмы называть выбери дверь а я сюда сейчас приеду бля и расчищу там полигонах на себе обнимай обнимай меня я никто не обнимал уже 20 как понимаю два года уже так что он давайте господа хреначем мои 100 грамм нарконовских спирта нету есть вино поэтому можно сказать спасибо говори я просто хочу чтобы ты знал как для меня это важно а для меня то я тебя два года искал обращайся а не может мне тебя честно сказать жалко блять тут сделать сюжет этот пиздец извини сплю на ходу я могу помочь можешь помочь слушай я тут тебя видел на днях с ведьмой визерт айланда да и как все прошло ты про лейтенанта уйтекер сержант нет ничего такого но мы тут с тобой одни до поболтать то можно но прояви уважение да да ну я ни о чем таком не думал молодец к про сан-джон дик заглядывай а а ну давай представляешь этот урок каури поставил меня в дозор оружие-то потише махай а у тебя-то как дела натер себе волдырь на заднице пришел к доку попросить базили ух это как не слышу более не чувствует док дал мне оксикадон бухарь такой же приколист кстати лейтенант заходила что-то там выпрашивала у дока до решил тебе сказать ну ладно спасибо увидимся это размер жить будешь буду конечно будет драки ну не обещаю док знаешь на паре с я тут подумал я давно не выбирался водища теряю хватку хочу тебе там делать вот вы серьезно поехать и поехали дальше с брал долг куда-то собрались корнель я давно не был на вылазках я хотел поехать мне это исключено короны но и послушай меня если с тобой что-нибудь случится заменить тебя будет меня я за ним присмотрю свободен капрал кстати пока неправильно думать молодец я уже бывал водич я понимаю но повторюсь если с тобой что случится я даже не знаю что я что я буду делать без тебя а вот оно что вот оно чего господи голубок вот оно вот такое так как звездная пыль да капитан был у пиратов тоже голубок блин полковник вот оно вот оно что а а еще кого-то о боге думал блин дальше я бессильна чем помочь ничем разве что у тебя есть днк синтезатор нет но у ford кламат есть магазин запчастей у них возьмется вообще-то я знаю где такой правда ну да для этого надо всего лишь как-то перебраться через горы ну я что перебрался тоже невозможно ты знаешь как туда попасть тогда вези меня это приказ мы интересно оденься потеплее мы уёбываем очередешь спасибо я вот вот так и надо было господи что за бабы будешь готова дай знать куда-то собрались лейтенант полковник капитан да мы планируем вылазку за оборудование ясно как ваша работа хорошо благодаря дику то есть капралу сэн джону я значительно продвинулась спасибо что назначили на мой проект лейтенант увер тоже добился успехов говорит концу недели будет готов испытать свое оружие я в курсе я тоже близка к цели вы же понимаете что вы ценнее любого оборудования технику можно заменить а вас нет я уже бывала водичи правильно думать тоже молодец что вас таких мало удалось и ёбнутый как продумай что правильно идут и ёбнутый идемте-ка подглядим на проекту и вера чем он там занимается вау арматура как наварена у меня красиво поехали выезжать тогда чему вообще вся эта показуха что все эти обращения по уставу звание униформа как-то все это бессмысленно тебе не кажется оглянись ты же служил в армии должен понимать это другое дело почему вот тогда в мире было больше людей не знаю потому и армия была для чего-то нужна по-моему сейчас она нужнее почему потому что вокруг царит хаос нам нужен порядок и дисциплина иначе мы не выживем я видел где люди живут нормально хотя никакой полковник их там не строит знаешь что забавно ну к вопросу бессмысленности жизни по уставу нет что я ведь также думала про ваш мотоклуб у вас же там были звание дорожный капитан президент у вас были жетоны нашивки татуировки как будто своя форма и когда вы выезжали на дорогу смотрели ну если наборы до внимания не обращать знаешь если подумать ты в чем-то права я если честно удивилась когда ты пришел в лагерь без жилеточки этой своей даже конец жиле . да я еще поговорю с полковника может разрешить сменить форму давай разворачивайся у нас приказ не дать не дать никому что капрал простите мэм не видел что это вы приказ полковника следить за тем чтобы никто не попытался уйти в самоволку обвиняете меня в самовольной отлучки тем более я вашу шкуру спасал неблагодарны до сих пор здесь не путайтесь под ногами дамам простите мэм мне придется доложить докладывайте звучит серьезно смысле он сказал что подаст на тебя рапорт как мы это воспримет полковник скажет ему чтобы знал свое место и не ставил под сомнение слова офицера что такое ничего просто отсюда такой вид поразительно я просто уже не замечаю не обращаю внимания как можно не замечать дух захватывает ну да ну да благодарный мир встречает новый рассвет если бы ты целыми днями пялился в микроскоп то оценил бы ну да проснуться с утра по-своему намного лучше другого варианта скажу тебе честно было время когда я в это не верила ну что можно жить с надеждой на следующий день я тебя понимаю чем ты жил ну как держался не знаю подожди а это я даже рулю господи даете ради бога я ведь сдался сара я думал это я реально а потом не знаю бухарю сожгли руку и мне пришлось я же не мог допустить чтобы он умер я смотрел как он борется хотя казалось бы какой смысл нихера живет никакого смысла наверное я не хотел не хотел его подвести это бухарь это твой друг это кори что этим путем поэтому хороший человек что ты жива и вот в этот момент мне по-настоящему захотелось покончить собой нет серьезно потом я вспомнил что вот ради него я и решил держаться думал сгоняю заберу его у тебя в итоге вон как вышло точно все еще наладится ты ведь это знаешь ну да ты меня пытаешь во что ты веришь себя мы уже рядом да да подъезжаем тоннелю делся а вот здесь это орды нету никогда холодно снег и жрать них и ни людей ни растений давай так помоги мне его сдвинуть боже это что такое это сигил предупреждение от упокоителей упокоителей да сектанты упокоители они резали себя поклонялись фриком хотели быть как они и вот что случалось с теми кто не хотел быть как они да если мы на них наткнемся уже не наткнемся я их убил поможешь или к но есть еще какие-то сатанисты давай шевели своими ботонами так погоди тут придется протискиваться господи понятно почему все побросали машины это еще что вот на олд был на проут есть туннель по которому мы с бухарем постоянно ездили перед постом нерва выстроилась пробка длиной в милю этот нагрянули фрики звучит ужасно я видал и похоже но да ой бухарь будет рад если у нас увидит а что-то нет этого момента который просто раз на меня зубы скаливает варина не думала что еще вернусь сюда кстати заметьте поливочная система работает все еще понятно электричество есть но это меня не удивляет на крыше стоят солнечные батареи были слухи про генератор на ядерном топливе но своими глазами не видела два года он невероятно мы с тобой туда попадем сейчас покажу раз уж тут и есть электричество сара ирэн уитекер номер 2 007 659 это сколько три хрена себе как и риски ты два с лишним года назад неразумно она немногим больше чем помощника смартфоне автономный интеллектуальный рабочий интерфейс и и если быть правильно искусственно терять боже мой что такое ничего просто ты смотри сколько тут еды не понял как это все не засунул до оросительная система же вся на автоматике пока есть энергия все работает само по себе это хренеть тут прямо все есть и да тебе и вода и электричество здоровенная града удивительно что тут никто не поселился ты сам сказал электричество все-таки это 8000 вольт попробуй сюда сунься да без проблем перед и хрена вырезать там себе кусок в заборе чтобы туда пролезть но не сейчас под водой то стоять мокнуть в одежде то собираешь их пуховики это простые вороны поди вороны вороны так правильно или непростые нормально совсем охренели они заражены поэтому стали такими агрессивными поэтому стали занозой в заднице наверное можно вылезать потихоньку ну давай ну ладно пошли ну что тут произошло что убийство сара они все они ведь здесь все работали узнаешь кого смысле узнаешь а брать одни черепушки кто-то расстрелял их когда они пытались уехать судя по всему да а потом просто все заперли и ушли какой в этом смысл не знаю дико меня тут не было сара ирэн уитакер два ноль ноль семь шесть пять девять черт здесь не работает пошли тут есть еще одно так ладно так почему это как я там айри почему на воротах она работает а на двери нет я удивлена что она вообще работает еще не бежишь то бля постоянно жаловались что система падает и это при еженедельном тех обслуживание а прошло сколько два года давай блин ну реально надо бухали доехать вот ушел то были будет плясать аж в присядку на хрен этот дружище с большой буквы кто-то есть там что-то никто не может пробраться а если отсюда никто не выходил кто-то уже здесь вашу мать ну да так и есть они закрыли мне доступ эй эй впустите нас мы быстро уйдем и ничего вам не сделаем впустите ну а другой вход есть да есть вариант идем служебном корпусе есть пожарный выход так наверняка они и его тоже заперли да может никакие они ничего не запирали это наверное просто глюк к тому же аварийные выходы нельзя заблокировать существуют протоколы безопасности существуют новых выполнял еще давай он лестница есть сейчас мы к ней вот он надо только сообразить как туда залезть погоди погоди я могу прострелить защелку неплохо ты так раньше делал конечно пока не в этой игре не нравится мне это давай пойду первым не знаю что там произошло на парковке но я тебе говорю через этот забор никак нельзя перебраться я этих людей знаю и если джим там он нас пусть джим это который стерег ворота с таким рвением что как-то раз меня чуть не пристрелил только не к лучшему сара ирэн уитакер номер 2 0 0 7 6 5 9 мина так никому не верь и жди худшему я начинаю понимать твою логику сиди тут прикрывай меня ты должна как угодно их отвлечь я скажу когда все если будет возможность прострелите долбаной динамики я от ее голоса уже звели куда ты бля где ты бля Можно? Сейчас я устрою вам на поражение. Полиция, ну это хорошая шутка, кстати. Тревога, тревога, стрельба на территории, охрана, проследуйте в служебный корпус. Внимание, по нарушителям разрешено стрелять на поражение. Внимание, разрешено. Что? Нет! Заходим в руку! Берегись! Иду. Да стой ты смирно! Какого черта он тут носится? Надо подняться в полетницу и пойти. Ладно, пойдем. Полиция. Не пострадайте. Можно. Иду. Блин. Давай. 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 Какой еще? Не заблокировали. Ты готов? Да, только теперь я пойду первым. Нет, теперь мы пойдем вместе. Внимание. Разрешено стрелять на поражение. А куда ты взялся? Чёрт. Снайперы. На крышах. Вижу. Невога. Извещена служба. Пойдёт. Один-один. Полиция уже в пути. Остановитесь. Там ещё! Не пострадаете. Вижу. Пасы качаются. Тревога. Тревога. Это тревога четвёртого уровня. Стрельба на территории. Ахана. Проследуйте в служебный корпус. Давай. Ещё разок. Сара Ирен Витекер. Номер 2-0-0-7-6-5-9. Отмена блокировки и отключи нахрен голосовой ответ. Ого. Готовы? Да. Давай. Джим, стой! Ах, ты ублюдок! Ну, сама говоришь, многое изменилось. 9-1-1. Да, сейчас. Я помню, как мы сделали этот снимок. Тревога, тревога. Это тревога четвёртого уровня. Тут пусть. Стрельба на территории. Охрана, проследуйте в служебный корпус. Кида? Тут тоже. Блин. Ладно, порядок. Они ждут нас в Адрюме. Тревога, тревога. Извещена служба. 9-9-9-9-9-9-9-9-9. Полиция уже в пути. Остановитесь, и вы не пострадаете. Попробуем через дверь. Конечно, через дверь. Сара и Ренунингер номер 2-0-0-7-6-5-9. Отмена блокировки и отключи нахрен голосовой ответ. Тревога. В доступе отказано. Сара и Рен Уитекер. Ваш допуск был отозван. Расследуй в служебный корпус. Ах, ты сука! Эй, эй! Все равно мы так угодили прямо в западню. На эту дверь с той стороны все пушки сейчас нацелены. Нам нужен другой вариант. Да уж найду. А отсюда и есть какой-то выход на крышу? Вот здесь. Тут есть уступ. С того кондиционера ты сможешь залезть на крышу. На крышу придется лезть тебе. Заберись туда и открывай огонь. Ты должна их отвлечь. Пока они все смотрят вверх, я зайду отсюда и застану их врасплох. Слушай, да, это очень хороший план. Но есть одна проблема. Говори. Какая? Дверь на замке. Ты не забыл? Вот, черт. Пойдем, у меня есть идея. Какая? Чего у тебя за идея? Приложи ладонь к сканеру. Что ты делаешь? Есть, вошла. Очень много. А вы вырубили систему защиты, но забыли про админские коды. Сделать мне новым. Стоит статус, я могу выдать тебе временный код доступа. Вот так я так и думал. Слушаю. Твое полное имя и номер 542 9009. Запомнил? 542 9009. 542 9009. Правильно? Да, пошли. Стрельба на территории. Охрана, расследуйте в служебный корпус. Так. Ну-ка, помоги мне тут забраться. Сейчас, момент. К4 9009. Твою мать, ну что-то за... Да. Дождись, пока я отвлеку их, и заходи. Слушай, ты только не рискуй. Полиция уже в путь. Остановитесь, и вы не позволяете. Ладно. Давай. Как жизнь? Тревога, тревога. Это тревога четвертого уровня. Тревут! Я знаю, что это там. Мой выход. Ответь мне! Дикон Ли Сент-Джон. Номер 542 9009. Доброе утро. Дикон Ли Сент-Джон. Добро пожаловать в научный центр Кловердейл. Всем можно ссориться к подогону. Пожалуйста. Черт, отключусь голосовой ответ. Заткни пасть. Сим, послушай меня! Ну, поехали. Сама виновата! Сама. Надо было сразу уходить, пока могла! Тревога. 9-1-1. Ложить! Законитесь и вынем. Убили! Тревога, тревога. Упыль четвертого уровня. 2-2. Охрана, праздник. Это последний. Нет, остался еще один. Я видела Джим, побежал в офис наверху. Ладно, подожди. Давай. Я его приведу. Я его, вроде, так-то не любил. А сейчас он вообще в зоне ириска, блядь. Нахуярю! Руки, сука! Не стреляй! Я сдаюсь! Не стреляй! Он нужен живым! Твою мать! Руки вверх! Ладно, ладно, вы скажите, что вам нужно. Так. Хорошо. Он чист! Мы просто защищались. Ну-ка, давай. Там снаружи столько мертвых, Джим. Объяснять это будешь не нам уже. Перестрелял. Не понимаю, о чем вы говорите. Еще разок. За что? Что они такого хотели-то? Вернуться домой к родным. Привезти их сюда. Но ты им не позволил. А, так это он их расстрелял, сучара. Мы просто не могли рисковать. Вот так вот. Расстрелял здоровых, чтобы они не могли привезти здоровых нахер. Я не могу. Не заставляйте. Джим, я считаю до трех. Нет, 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 нет. Раз. Вы не понимаете. Два. Нельзя этого делать. Три. Открывай гребаную дверь. Ладно, ладно. Калаш. Вы знаете, что вы делаете? Мы-то знаем. Ты-то ебаный охранник. Пошел нахер отсюда. Пожалуйста, не надо. Отпустите. Хер тебе. Извини. Мы просто не можем рисковать. Молодец. Ха-ха-ха. Красава. Хочу убраться отсюда. Да ладно, что ты? Сам-то столько людей перебил нахер. Так это правда. А я не хотела верить. Что, чё? Ты о чём сейчас? Это же всё моя вина. Я не понимаю, о чём ты. Я ожидала, что нам было сразу понять. Раньше мы тут растили. Копытник и магонию. И вдруг всё изменилось. Они всё перекрыли. Лишили меня допуска. Дэвид ведь говорил мне. Он говорил что-то не так. Стоп, стоп. Кто такой Дэвид? Дэвид Горман. Он проходил у нас практику. А я ему сказала, что у нас большой фарм-бизнес. Что у нас, у нас хай-тек и всё такое. Что на кону миллиарды долларов. Так что не надо мутить воду. А он не послушал. Он влез в систему. Обошёл защиту. Он сказал мне, что это какой-то супер-секретный госпроект или что-то там. Ясно. Секретный проект. Ты ускакуйся. Так это мы виноваты что ли ещё? Он хотел лично вытащить это всё на свет божий. Дэвид Горман изобличает империю зла и спасает мир. Ну ты понял. А я не стала его слушать, Дикон. Я сказала ему, что он просто параноик. И, видимо, он пробрался сюда и раздобыл какой-то образец. Я не знаю, что за дрянь они тут стряпали. Погоди, я ничего не понимаю. И, конечно, это уже потом у меня пазл сложился. В тот день, когда меня ранили, я поехала в офис Кловердейла Ферволи. Я хотела отыскать Дэвида, но его там уже не было. Он две недели как уехал. В Портленде проходила большая конференция экологов. Видимо, он поехал на встречу с репортером. Наверняка был уже заражён, но ещё не знал этого. О, Господи. А через два дня, через два дня все на этой конференции уже подхватили заразу. Они сели на самолёты и по домам. Неделю спустя два с половиной миллиарда человек погибли. Сара, нет, ты в этом не виновата. Ты не могла его остановить. Как бы ты его остановила? Это исследование. Мой проект был частью всего этого. Дикон, я к этому причастна. Меня не использовали. Ты не только причастна. Один из виновников апокалипсиса. Если правильно говорить. Виновник апокалипсиса. Так, слушай, погоди секунду. Что? Как отключить электрическую ограду? А, питание вырубить это в здании рядом с теплицами. А зачем? Ну, просто... Тут много еды, и я подумал, надо бы связаться с Бухарем, сказать ему, иди ки. Ну, то есть всем в Лос Лейк сообщить. Ты сможешь сама погрузить? Да, смогу. Ладно, я... Я быстро. Давай. Только не попались никому, нахрен. Нет, я твою мать-то, блядь, не до того спасал, сука. Генераторная. Наверняка вот это здание. Так. Горите, твари. Все, есть. Так. Так. Идем. Ну, ёмать! Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 бухать и самый заебательский друг бухай 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 лагерь лос лейк отлично слушай да да это я короче тут у меня мало времени в общем тут есть я нашел ее вот актер мать ответе да в общем слушай тут есть одна ферма электричество ограда под напряжением если сюда приедете спроси бухаря это где сара работала рядом с айрон бьют он знает где приезжайте тут еда тут много еды можешь ему хотя ладно реки мне уже пора знаешь что подожди 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 помнишь ты сказала мне про свечку в общем ты была права давайте заезжать и за едой вот так вот не про подожди да капитан в айрон бьют есть научный центр сари лейтенанта у и такер потребовалось кое-какое оборудование и это единственное место где его можно раздобыть она не выходит на связь полковник хочет знать почему вы еще не ты с ним поговорил с бухарем да 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 сказал ему что у нас все в порядке и что ехать пора нам надо миновать перевал пока погода не испортилась и что думаешь а ты ходила к бухарю съездить не знаю на вид дело плохо ну чтож попытка не пытка все поехали правильно обнимай меня вау поехали вид отчет это блять это на мониторе заходи в дом а где жената иди сюда поешь чего-нибудь у нас было не было это очень интересный факт жену и не пользуют на хрен идиотизма я думала что никогда не согреюсь учет это же жена твоя твою мать ну чё ты другого хочется правильно молодец господи обтесть своим вином бы угостил бы вас была бы такая возможность все правильно что и будем так сидеть и на звездочки глядеть хоть бы в щечку меня чмокнула идиот надо как-то намекнуть может носом шмыгануть с пунктом я замерзла он глядишь поймет вот вот она молодцы итак далее видео для 18 плюс монтаж вырезай на хрен это дело но все-таки дети смотрят хотя дети это именно это и хотят смотреть парадокс подай меня за луку сюда ну если поджечь гнездо днем из него вылететь меньше фликов чем ночью приехал и хера ты глазастый ебаный упырь не пусть он у меня уже придавали извини я что-то растерялся да капитан капрал сэн-джон на связи возвращайся в штаб немедленно я жду тебя в лазарете в лазарете что случилось произошел инцидент я еду ну что еще лейтенант утекер вы на связи сара сара ответь на что ж такое но иди-иди что происходит это сука замутил доктора хименеса убили все препараты пропали это моя вина я назначил его в лазарете нет я не об этом тейлор наркоматы знал я знал хочу не важно уже нет добрать там не видно было что наркоманах то ночь будем ждать смотрите брать не успел одно сделать миссию вот вторая автоматически нарвался на нее вечер сейчас по полковник будет это позвать как я понимаю или по своему пареньку скучать солнце зашло не только на небе но и в жизни великого человека капитан артуру хименес наш дождок скончался его отняли у нас накануне нашей победы капитана хименеса убили злодейский лишили его жизни его кровью и поныне пропитана палатка где он трудился день ото дня поднимая на ноги больных и раненых трагедия не в том что хороший человек погиб зря хотя это вызывает у меня не поддельную скорбь трагедия в том что он был незаменим он был единственным врачом среди нас а может и во всем мире теперь я осознал какую огромную ошибку мы совершили по полу все меру ты загнул конечно мы наполнили наш ковчег книгами семенами дисками медицинскими журналами и энциклопедиями этого у нас в избытке но кто теперь по окончании войны научит нас ими пользоваться журналы можно заменить книги и энциклопедии можно заменить доктора хименеса нашего единственного врача заменить и твоего любовника добавляю я пойду оплакивать его полагаю как пошел ты нахер только когда хороший был но это дебил и 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 осень у ф 1 это о или это ловь мы лавров за это Давай. Слушайте, Тейлор вроде говорил, что хочет податься на лыжную базу. Поищу его там. Если найдешь, сообщи. Но учти, полковник велел брать его живым. Да, понял. Конец связи. Полковник, это Сент-Джон. Капрал, капитан Коури сейчас доставляет задержанного. Завтра состоится законный суд. На закате мы его повесим. Законный суд? Конечно. Каждый заслуживает справедливого суда. И справедливый кредит через повешение. А, ну да, справедливость. Приказ я выполнил. Конец связи. Капрал Сент-Джон, я жду тебя срочно в Даймонд Лейк. Есть, капитан. Где оно? Твою мать. Ведь рядом где-то. Капрал Сент-Джон, прием. У меня к тебе дело. Слушаюсь, полковник Гарретт. Скоро буду. Конец связи. Ой, ну вот. Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобождает. До того, как все случилось, идеи о глобальном заговоре вызывали у всех только смешно. Теперь кому-то смешно. Такая хруппа всему миру. И в Индии, и в Южной Америке, и уж чего никто не ожидал, в этом оказалась замешана трехсторонняя комиссия. Это такая неправедливая контора, типа, радеющая за развитие сотрудничества между Северной Америкой, Западной Европой и Японией. Развили. Ничего не скажешь. Выбрали места, по которым пришелся первый удар. Но кто-то предал Америку. Не подумайте, ООН я тоже со счетов не сбрасываю. Они годами потворствовали террористическим режимом. Может, они сейчас преспокойно продолжают собираться. Просто без нас. А наши бывшие друзья заняли наше место в Саргейзе. Судитесь. Да, подожди. Но без помощи извне развязать такое невозможно. С вами Марк Копланд. Это радио Свободный Орегон. Не верните лучше. Кто знает, Коуп? Может, в кое-то веке ты прав. Расскажи тебе, что они создавали в Ковердейле у тебя под носом. Тебя бы удар хватил. Давай. Давай. Так. Так. Продолжение следует... 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 то что орда рядом это я прям слышу они куда-то идут все толпой свои к чему есть все есть блин всегда пригодится а как оттуда арту увести орду блин ну слава богу на что-то сгодится а и и и и и и и надо что борда ушла был бы конь бугайба вы бы по половине либо и и так так блядь охренеть блядь уже лучше есть есть уже так где-то здесь вход вот 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 зараза предохранитель сгорел были где мне теперь взять предохранитель вот так вот и генератор нет нет это в той стороне а а а Продолжение следует... Так... Продолжение следует... 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 Опа. Продолжение следует... 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 Гррр! 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 Грррр! Грррр! включите да и уже идти по включенному он мозга то есть и пасть это последний вот так потом скрытый был только бы не оказалось что я зря старался а почему ты каждый раз так пессимистически относишься еще один инъектор у нас пока хорошо жизнь осталась надо было поправить здоровье я тут регистратор почему отступаем я видел снимки со спутника по 97 трассе по 5 меньше чем через два часа кто зараженные нет турист идиот да зараженные толпы миллионы а как же лагерь а беженцы посмотри сколько ты видишь вертолетов не знаю штук шесть а сколько беженцев пара тысяч гораздо больше да пара тысяч не хватит нас самолет на всех пустей так подожди где тут канистра то было да подожди ты неплохо собрал четыре года хотелось бы конечно больше ну ладно хотя бы 4 то что надо порядок смотрю чем здесь можем подобрать так то по идее выдох иначе здесь должны подобрать раз мы столько потратили ну ладно давай посмотри чё тут я наверху давай 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 давайте сначала сюда съездим перед тем как к основным ехать дополнительные забабахаем посмотрим чё нам дают он их как раз заправимся и починимся капрал дикон сэн-джон боже ты слышал что случилось доком хименесом новенький слышал перерезал и еще лекарства стащил вроде да слышал док был мужик что надо у меня заражение на руке было думал конец руки анон спас в смысле руку жизнь капрал сэн-джон давай да не тебя одно действие на два предмета нашим пошло капрал дикон хорошо спасибо что быстро откликнулся я понял что это срочно сэр так и есть один из наших в плену в плену все бродяги в округе только и делают что охотятся на нас и я имею ввиду ну на ополченцев похоже на то я отметил расположение на карте он совсем зеленый сэн-джон рядовой рос и там я отправил его выслеживать группу мародеров но видно опыта не хватило рядовой рос я его не знаю но я бы работа выполняется давайте еще вот здесь вот работу возьмем чтобы сразу все сделать объехать все еще сделать да и скорость пала ой не надо тут дикон капрал сэн-джон рад видеть привет вот так капрал сэн-джон заглядывай давай полковник вы меня вызывали капрал да вызывал капитан каури сказал что ты помог справиться с мародерами в ну да просто делал свою работу сэр тут обнаружилось любопытная группа намадов они шли по 97 трассе видимо преодолели перевал тилсон хотя я считал что это невозможно наш патруль доложил что у них были шрамы на лбах у них было вырезано покойся с миром слышал когда-нибудь подобное да нет сэр похоже на какую-то секту типа анархистов может быть как бы то ни было я хочу чтобы ты их выследил и разобрался с ними у нас и так проблем полно мне еще только секты под боком не хватает на сэр что что секта нам точно не нужна я отметил на карте последнее место где их видели выполняйка брал слушаюсь вот это по мне только будем это делать уже потом давайте сохранимся у ю мать-то сохранить чтож на этом все привет подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии да я так думаю скоро будет уже конец данной игры ну чтож пока